Здравствуйте, я Алексей Форсиков, это Информбюро Беседа. Наш сегодняшний гость Евгений Бражников, депутат Краевой Думы, член Комитета по образованию и науке, а также Комитета по средствам массовой информации, физической культуре и спорта и младежной политике. Сегодня мы с ним поговорим о народных предприятиях. Добрый день, Евгений Юрьевич. Добрый день, Алексей. Самое главное, Евгений Юрьевич уверен, что федеральный закон, который регулирует их деятельность, просто не работает. Так ли это на самом деле? Абсолютно так, Леша. Дело в том, что статистика, она, конечно, зла, но она и статистика. На сегодняшний день на территории края нет ни одного народного предприятия. У нас были броли на предприятия достаточно давно, в прошлом десятилетии, но на сегодняшний момент ни одного. У наших соседей, Кабардино-Балкарии, их порядка 97. Значит, почему я утверждаю, что этот закон не работает, очевидные факты уже сами за себя говорят. А вот что касается самого сути закона, я думаю, мы дальше об этом поговорим. Давайте разберемся. Народное предприятие, если верить закону, это просто акционерное общество без государственного капитала. Как бы все просто, все понятно. Так что же не так у нас в крае? Почему? Ну, это, если так, знаете, поверхностно посмотреть, вот именно так оно и есть. Значит, народным предприятием, согласно 115-го федерального закона, принятым еще в 99-м году, называется то, где доля капитала или в акционерном обществе, в данном случае, как вы привели пример, значит, соответственно, акций не менее 50% у работника самого предприятия. Значит, что касается тех предприятий, которые работают на территории края, видимо, либо кто-то не раздал эти предприятия, то есть эти акции, либо второй момент, идет маленькая такая глобализация на территории самого края. То есть частный капитал, аккумулируясь в какие-то юридические лица, просто-напросто не делится этим капиталом с теми людьми, которые задействованы в этом процессе. Это в сфере услуг или в производственном процессе, неважно. Главное, что те сотрудники, которые работают на этом предприятии, которые саккумулированы сегодня как кадровый потенциал, они не задействованы и не получают дополнительных финансовых, так сказать, отчислений от той деятельности, которую осуществляет юридическая лица. Может быть, не так все плохо, может, какие-то хорошие примеры есть положительные, где реально этот закон работает, где частник, у которого есть доля, делится с работниками. Вы знаете, наверняка какие-то социальные аспекты на любом предприятии присутствуют. Кто-то помогает в ипотеку квартиру взять, кто-то помогает машину. Но сам кризис 2008 года показал, что экономически неустойчивые те предприятия, где сосредоточен капитал. Почему? Вы знаете, что согласно федеральному законодательству, да и вообще по определению, любой бизнес, он извлекает прибыль. Как только извлечение прибыли прекращается, то бизнесмен, если он не социально ориентирован, он сворачивает бизнес, продает его и начинает какое-то другое дело. А люди, которые работали в этом, остаются неудил, соответственно, теряют, первое, рабочее место, второй момент, соответственно, достаток, ну и третье, это уже, соответственно, он начинает себя чувствовать очень-очень некомфортно в нашем обществе, потому что у нас сегодня все за деньги. Куда ни плюнь, везде денежные средства. Вот поэтому я и поставил вопрос о том, что давайте возрождать на территории края народные предприятия. Они экономически более устойчивы. Второй момент, задействованы будут сами коллективы, а коллектив сосредоточен будет почему? Я уже только что сказал, это рабочее место. Так как у нас сегодня есть возможность регулировать этот процесс, да, то есть динамика, конечно, нехорошая, но она есть. У нас и есть сегодня очереди за работой. Соответственно, если есть очередь, соответственно, можно как-то регулировать рынок. А вот она регулировка, пожалуйста, и есть сама по себе. И далеко ходить не надо. То есть, если обычный человек подумает, вот работаю я в МУПе, условно говоря, да, а давайте мы выйдем с предложением к руководству, чтобы наш коллектив сделал из нашего МУПа народное предприятие, как это положено по закону. Вот если брать такой сиюминутный момент, он хотя бы больше денег будет получать после этого? Вы знаете, начнем тогда последовательность. В любом случае, какая-то капитализация у МУПа есть. Это определенные деньги, потом процедура перехода в акционирование, оно идет по одной схеме. Эта схема, она сегодня федеральным законодательством закреплена. Необходимо выходить на конкурс, торги и так далее, и так далее, аукционы. Значит, получится определенная сумма. Сам коллектив, конечно же, набрать такую сумму не сможет. Но здесь нужно помогать. Либо граждан, проживающих на территории муниципалитета, привлекать. У них тоже средства сосредоточены. Как это делают банки, да? То есть, они рекламу дали, деньги понесли. Понимаете? А нам что мешает? Заняться тем же самым, только уже на другом уровне, более качественным. Я почему говорю именно качественным? Потому что здесь и финансы, и экономика, и еще и, можно сказать, уже и увязать, и политика. Все сосредоточено в одном звене. Ну и здесь, соответственно, вот эта помощь, да? Может быть, заемные средства где-то взять, понимаете? Чтобы помочь людям, этому коллективу быть там хозяевами. Ну и, конечно же, непосредственно участие какое-то все-таки должно быть и самого муниципалитета. Ведь взять сингапурскую, как бы, классическую модель, да? Там сам муниципалитет, он город, государство в одном ключе, создает условия, раскручивает вот это направление и передает потом уже либо частным лицам, либо акционерам, так далее, так далее, так далее. Кто уже пожелает, понимаете? И это предприятие уже интегрировано в экономику. А у нас МУП уже интегрировано, уже работает. Только его нужно оздоровить, его нужно новыми идеями наполнить, понимаете? Вот это вот сегодня есть в самом коллективе. Но когда коллектив будет участником самого этого процесса, бизнес-процесса, я думаю, ответственность выше будет. Будет отдача выше, да? То есть это отдача немаловажный фактор. Вы знаете, как сегодня люди работают. Иногда так просто пересидеть, все, и пошел домой. А здесь будет работа. Дальше. Как заинтересовать жителей муниципалитета, чтобы они понесли свои деньги вот в будущий... А это очень тяжелый процесс. Для этого мы сегодня, как задумка, должны, конечно, соорганизоваться вместе с правительством Старопольского края, с губернатором Старопольского края, с Думой Старопольского края. Все депутаты заинтересованы, должны быть, чтобы у нас были такие экономически-финансово устойчивые предприятия. И создать на территории Старополя первую ласточку, да? И потом, естественно, через средства массовой информации, через ваш канал. Это все дело пропиарить. Ну, я говорю, как оно есть, да? Но провести агитацию следует. Тогда люди начнут снова верить во власти, снова доверять. Но для того, чтобы этот весь процесс пошел, еще раз подчеркну, необходимо достаточно большое количество законодательных актов. Для того, чтобы закрепить отрейдерство, закрепить от хамства, понимаете? Я говорю, как есть. От того, что будут внедрены в это предприятие как бы люди извне, понимаете? То есть внутреннее и внешнее правление, я так назову, да? То есть, чтобы это предприятие не было потом в частные руки передано обратно. Чтобы оно работало как нормальное юридическое лицо с определенной долей ответственности, с налогами, с прибылью и так далее. А вот распределение прибыли – это уже другой момент. И, как вы сказали, очень важный. Я думаю, что, конечно же, если они будут участниками, естественно, будут больше зарабатывать. С чего начинать, если закон будет принят, все это у нас срочется? Какое первое, допустим, МУП, ГУП, неважно что? Из какой отрасли буквально, из жизни, производства, сферы отложения? Что первое будет? Сегодня ведутся переговоры с Невномыским азотом, или, как называется, Еврохим предприятием. Соответственно, у них есть сегодня возможность развивать вот эти идеи. Все-таки предприятие тоже пытается сегодня в социальной направленности поработать. Вот видите, там в Невномыске сегодня строится ледовый дворец. С этой идеей уже были предварительные разговоры с руководством предприятия. Есть позитивная реакция. Готовим сейчас ряд документов необходимых для того, чтобы их руководство принимало решение. Я думаю, что первое предприятие будет создано на их базе. Но сам процесс, он уже пошел. Юрий Павлович Тертышов поставил определенные задачи. Виктор Александрович Шурупов тоже подключился очень активно к этому моменту. И с Андреем Борисовичем Бурзаком, который сегодня является руководителем так называемой группы «Восток», рабочей группы, вырабатывается сегодня ряд нормативно-правовых актов, решений, то есть стратегических направлений, которые бы позволили на территории Востока, есть не секрет, что восточная часть края у нас сегодня немножечко отстает, чем, например, кавказские минеральные воды, чем центральная, западная часть края. Поэтому именно с Востока решили начать и внедрить вот эту саму систему народных предприятий именно там. Первые ласточки, конечно, уже есть, но это пока еще очень маленькие такие наметочки. Я думаю, мы в итоге создадим большую такую гусиную стаю, полетим, как положено, понимаете. И это будет не то, что пилотный проект в России, это будет экономический подъем нашего региона. Хорошо, азот ближе вот к жизни, азот. Там как, поделят акции, что там сделают? Как-то вот, всем раздадут или что будет? Нет, 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 это совершенно другая система. Значит, Еврохим там совершенно другая структура, там тоже очень крупный капитал сосредоточен. На территориях западных стран принята следующая практика. Любое предприятие по условиям хорошей работы, то есть при положительном, так сказать, балансе, я так скажу, выхода в течение финансового года, качестве поощрения передает часть акций тем, кто работает на предприятии. Это практика, там у них уже сложилось давным-давно, то есть это как вид поощрения. Спасибо, все понятно. Спасибо. Спасибо, что нашли время, ответили на наши вопросы. Спасибо.